здравствуйте насколько я вижу в студии до сих пор никого нет поэтому я могу спокойно продолжать вести новости и так о самом главном том что я попытался узнать в течение предыдущей недели находясь за рубежом здравствуйте в студии олег хилл с самыми актуальными новостями на понедельник 17 августа власти великобритании объявили что приступят к дальнейшему ослаблению карантинных мер введенных для противодействия распространению нового коронавируса после вынужденной паузы вызванный ростом числа заразившихся соответствующее заявление размещено на сайте офиса премьер-министра великобритании бориса джонсона в сообщении указывается что благодаря стабилизации ситуации с ростом числа инфицированных с прошедшей субботы 15 августа смогли открыться находящиеся в закрытых помещениях театры музыкальные и концертные площадки но с соблюдением строгих правил социального дистанцирования возобновили работу также казино катки и боулинг-клубы а салоном красоты теперь разрешено оказывать все виды услуг при соблюдении санитарных требований кроме того в тестовом порядке на некоторых спортивных мероприятиях разрешили присутствовать небольшому числу зрителей при всем этом ужесточаются наказания за нарушение действующих ограничений так например выросли штрафы до трех тысяч фунтов для тех кто неоднократно нарушает масочный режим а для устраивающих вечеринки и другие мероприятия с участием 30 и более посетителей будут введены новые денежные взыскания британия возвращает карантинные ограничения для туристов шести стран в связи с ухудшающейся обстановкой с завтрашнего дня на обязательный 14-дневный карантин должны будут отправляться все кто приезжает в великобританию из франции нидерландов монако мальты а также островов аруба теркс и кайкос при этом франция уже заявила что решение британских властей повлечет за собой принятие зеркальных мер мне например повезло я вернуться успел а вы в то же время в латвии в которой я был список стран по прибытии из которых необходимо соблюдать самоизоляцию пополнили греция великобритания и ирландия опять же повторюсь а я успел чак норрис обратился к президенту беларуси с предупреждением ой чак норрис here а вот и в то же время альянс нато направил четыре боевые группы в прибалтийские страны чтобы предотвратить как они заявили возможное вторжение россии количество военнослужащих в этих боеспособных группах которыми руководят великобритания канада германия и сша колеблется около 5000 военных в париже со срочным визитом побывал крис филп государственный секретарь великобритании по вопросам иммиграции его задачей было убедить францию жестче контролировать находящихся на ее территории беженцев многие из которых мечтают перебраться на британские острова с начала года пользуясь хорошей погодой и карантином более 4000 беженцев на трех сотнях лодок сумели достичь берегов англии нет сомнений в том что это результат деятельности жестоких преступных группировок которые рискуют жизнями людей отправляя их пересекать ла-манш заявил борис джонсон британский композитор автор таких мюзиклов как иисус христос суперзвезда эвита кошки и ряда других эндрю лойд вебер согласился стать добровольцем в испытаниях экспериментальной вакцины разработанной учеными оксфордского университета а не российской вакцины как вы могли подумать в соцсети twitter лойд вебер написал что взволнован в связи с вакцинацией и пообещал что сделает все что угодно ради того чтобы доказать что британские театры можно снова безопасно открывать издание telegraph сообщает что оксфордский препарат против коронавируса сейчас тестируется на тысячах добровольцев не только в великобритании но также в сша бразилии и южно-африканской республики как уточняет газета в соответствии с правилами испытаний 72-летний композитор получит либо вакцину либо плацебо спасибо вам всем за то что дали мне отдохнуть от достаточно плотного графика выхода новостной программы спасибо за вашу финансовую поддержку которая помогает удержаться программе на плаву если вы впервые на этом канале то достаточно подписаться на канал и нажать колокольчик ну или хотя бы просто поделиться роликом в соцсетях в конце этого выпуска я расскажу о небольших изменениях в программе которые вас ждут ближайшее время в великобритании с 19 июня по 31 июля от гриппа и воспаления легких не связанного с к вид 19 скончалось 6626 человек от заболевания вызываемого коронавирусной инфекцией 2992 пациента об этом сообщила газета daily mail со ссылкой на национальную статистическую службу соединенного королевства ну а кто б сомневался что люди болеют не только к виду 34 летняя англичанка из фэлтема умерла после уборки в квартире девушка смешала моющее средство надышалась испарениями впала в кому и скончалась об этой страшной истории рассказала ее мать по словам женщины ее дочь селия сеймур ждала в гости своего друга до его приезда она решила убрать ванную комнату когда друг вошел в дом он почувствовал сильный запах поэтому они оба вышли на улицу однако внезапно девушке стало плохо и она попросила вызвать медиков селью доставили в больницу она впала в кому и через четыре дня умерла как выяснилось во время уборки девушка добавила к отбеливателю предположительно средства для чистки унитаза эти вещества вступили в реакцию образовался газ которым девушка надышалась и это вызвало у нее приступ астмы врачи помочь ей ничем не смогли да это вам не баре алибасов который не смешивая никаких коктейлей сразу просто напрямую хлебнул средства для очистки то ли унитазов то ли окон британец три года притворялся онкобольным чтобы удержать возлюбленную пара сошлась в 2016 году однако уже через три месяца встал вопрос о расставании британец не устраивал девушку в сексуальном плане связи с чем она хотела его бросить весной 2017 года мужчина заявил что ему диагностировали рак желудка ежедневно он ходил с тростью и пил огромное количество витаминов под видом таблеток позднее он решил приукрасить свою ложь добавив к списку диагнозов рак ротовой полости и опухоль мозга также он убедил своих болезнях родителей девушки и своих родных его возлюбленная продолжала находиться рядом с британцем из-за жалости к нему в 2019 году она решила узнать поподробнее о диагнозе мужчины и обратилась за помощью в полицию помню одну такую историю у шведов ну а теперь об изменениях выпусках программы новостей с этого выпуска программа будет выходить три раза в неделю но возможны при этом прямые включения и незапланированные выпуски также возможны перерывы выходах передачи в связи с моими съемками в более глобальном проекте о котором я расскажу вам позже в комментариях пожалуйста напишите хотели бы вы видеть какие-нибудь прогулки по городу или интервью с интересными людьми ну или напишите кстати нужны ли анонсы мероприятий русскоязычного сообщества в англии можете присылать мне вообще свои идеи какие-то мысли под каждым выпуском я их все внимательно читаю ну и немножко о приятном я второй раз стал дедушкой спасибо всем за поздравление в личку на этом я с вами прощаюсь до следующего выпуска так как новостей на сегодня больше нет украшение но и и и и и